Доброе утро, друзья! Весна продолжается, а вместе с весной продолжаются красивые и полезные мероприятия в нашем городе. Вот, например, совсем скоро будет конкурс, посвященный полету Валентины Владимировны Терешковой, нашей землячки, под названием «Чайка». И сегодня у нас в гостях участница этого прекрасного конкурса и организатор. Организатор с радостью представляю, это Анастасия. Доброе утро! И участница это Анастасия из Свердловской области и Ксения из города Липецка. Доброе утро! Доброе утро! В чем состоит суть конкурса, в чем соревнуются участницы? С 2013 года отрасль молодежной политики проводит конкурс «Чайка». Вначале это был просто региональный конкурс, на который приехали девушки из муниципальных районов. Они сражались тогда в трех видах испытаний. Это спорт, они сдавали нормы ГТО, интеллектуальный конкурс и творческий конкурс, финальный такой. Но в 2014 году мы поняли, что что же мы только на местном уровне проводим этот конкурс, нужно пригласить другие регионы. И попробовали. И теперь каждый год у нас идет региональный этап и на следующий год всероссийский. Конкурс «Чайка» это не конкурс красоты, это не конкурс девушек в купальниках. Это конкурс настоящих активисток, тех девушек, которые в своих регионах реализуют социальные проекты. Кто-то занимается наукой, кто-то занимается творчеством. Настя, можно это переговорить? Да. Они все красивые, понимаете? Это полный комплекс. Не просто красота, это красота плюс ум, плюс творчество, плюс спорт, ну и плюс, честно, социальная какая-то значимость. То есть каждая из них достойна носить гордое звание «Чайка», собственно, в честь Валентины Владимировны, девушки-патриотки с активной гражданской позицией. А возрастные ограничения какие-то есть? Есть. Хочешь пойти? Это конкурс для молодых девушек. Соответственно, категория ограничивает нас с 18 до 30 лет. Хочу спросить у самих девчонок, к каким испытаниям они готовятся, что знают про этапы конкурса, да, и, собственно говоря, чем будут завоевывать? Кажется, завтра, завтра, да, правильно? Мы сдаем нормы ГТО, вот, прямо из студии, видимо, будем бежать на каблуках и готовиться, прыгать и отжиматься. А потом мы будем готовиться к интеллектуальному конкурсу и, собственно, 30 числа будем уже визитку свою показывать. На самом деле, сдача норм ГТО – это действительно очень серьезно, потому что нужно зарегистрироваться на сайте, да, обязательно прочесть все инструкции по подготовке, по выполнению всех этих упражнений. Вот организаторы на всех этапах нас сопровождают, плюсом к тому у нас будет единая красивая спортивная форма. Что вы будете делать? Отжиматься, подтягиваться, бежать? Будем, да, отжиматься, делать наклоны на скамейке, да, еще стрельба из лазерной винтовки и прыжки в длину с места. Вот эти испытания нас ждут. Я понял. А кто аудиторией является? Того, кто смотрит, кто приходит на конкурс? Аудитория на мероприятии разнообразная. Это и студенты вузов Ярославского, и студенты средних профессиональных учебных заведений. Большой популярностью пользуются это мероприятие у студентов военных. Мужская категория. Приходит, все в форме, красиво смотрят. Ну и понятно, что за нашу ярославскую девочку придет большая группа поддержки, потому что она выиграла региональные этапы, представляет Юлия Агеева. Ну и, собственно, телезрителей мы тоже приглашаем. Мне интересен, конечно, творческий конкурс. Есть какие-то уже секреты, которые можно раскрыть? Творческий конкурс действительно получился творческим. Там будет и бой, и танец, и слова, поэтому будем стараться, готовиться и сражаться. Хорошо. У вас, Ксения, что? Я, собственно, надеюсь, можно так сказать, если не поразить публику, но воздействовать на нее именно эмоциями со сцены, потому что деятельность, которой я занимаюсь и которой, хочу сказать, в своем творческом номере, она на самом деле очень социально значима. И думаю, что она сможет коснуться каждого. И на самом деле мне этого очень хочется, потому что каждый день в своей работе я пытаюсь это сделать, привлечь внимание к проблемам людей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Я просто хочу, чтобы ты затронула какие-то там струнки души. Анастасия, у вас какая специализация там, где вы живете и трудитесь? Я журналистка. Коллега? Коллега, да. О чем пишете? Я очень люблю репортажный жанр, поэтому все, что везде, куда я могу залезть, прыгнуть и так далее, я это делаю. И работаю в жанре, испытываю на себе в основном. Но очень люблю писать про туризм и про героев, про своих, которые в туризме с ранних-ранних лет. Сколько всего участниц? У нас в финале конкурса участвует 14 человек, 14 прекрасных девушек. То есть 13 к нам приехали и одна ярославская девушка Юлия Агеева. В заочном этапе конкурса мы все это проводили через систему АИС Молодежь, расстали по всем регионам. Было более 80 заявок и по итогам заочного отборочного этапа эти девочки к нам приехали. То есть это реально лучшие из лучших. А кто в членах жюри? Кто выбирает? У нас было разноплановое жюри. Там были представители творческого сектора, там был Евгений Соболев-Пугачев. Были представители военной такой тематики, член общественной палаты Ярославской области Емщиков Игорь Алексеевич, герой России Ланцев Михаил Васильевич. Из отрасли молодежной политики Цветков Максим Александрович, руководитель департамента по физической культуре и спорту и молодежной политике. Вера Викторовна Даргель, директор дворца молодежи. Ну вот таким комплексным решением были отобраны эти девочки. Напоследок, давайте все-таки про Ярославль вы нам расскажете честно, понравился ли вы что-то посмотреть. Можно я расскажу своим, поделюсь своими эмоциями о вашем безумном медведе, который рычит, рычит непонятным ревом. Вот он когда зарычал, я готова была камеру просто выбросить тут же, потому что я не ожидала. Я думала, ну он так миленько очень порычит, и все. Ну вот этот рев на весь Ярославль просто. К сожалению, рычащего медведя не успела увидеть, но мы тоже вчера с моей девушкой гидом Ариной прогулялись. Очень понравилась мне набережная. Ну вот, и видели мы очень милого железного медведя с золотистым носиком. Ну удачи, я даже носик потерла. Ну вот, прям очень мне понравилось. На самом деле мне очень хотелось побывать в Ярославле. Все-таки столица Золотого кольца России. То есть вот прям я думала о нем, и моя вот мысль так, да, все сложилось. Вот на этой позитивной ноте и с пожеланием успехов мы тогда с вами простимся и будем болеть. Мы будем болеть за всех участниц, не только за Ярославскую, чтобы все прошло по-честному. Спасибо. Спасибо.